Добрый день! Зовут меня Погорева Фактур, я студент четвертого курса в ГИКа, мастерская в Мелик и Вадетта. И сегодня я презентую свой сценарий, который называется «Сопротивление не оказываю». Это короткометражный игровой фильм в жанре боевик. Этот фильм, как и в общем все наши работы, основан на реальных событиях, и как бы нет в истории, его фундамент основывается на очень такой грязной и страшной социальной проблеме, а именно на проблеме полицейского насилия. Вот согласно статистике, один из десяти граждан России подвергались насилию, либо угрозе насилия со стороны полицейских. К сожалению, в отличие от бригадов, которых легко посадить, полицейских посадить гораздо сложнее, если они делают что-то неправильнее. И сейчас я расскажу о логальной истории. Идейный провинциальный полицейский хочет привлечь к ответственности своего начальника, который финален в пытках. Однако у начальника везде свои люди, по закону не получится, и тогда главный герой решается на самосуд. Далее расскажу о характере героев, и там будет трим-касс, но это прям дрим-касс. То есть это референсы к образам. Я не рассчитываю. Итак, главный герой Олег. Прообразом его является реальный человек. Олег Хабибрахманов. Это лучший полицейский из уголовного розыска, на историях которых основан сценарий. Он сейчас работает в комитете против пыток, помогает жертвам полицейского насилия. Так вот, главный герой. Это Амин 23 года, он только после школы милиции. Он на самом деле хочет защищать предельного обостренного чувства справедливости. Очень идейный человек. Далее антагонист. Это начальник Олега, начальник местного отдела МВД, по кличке Старший. В отличие от других полицейских, которые если прибегают к насилию, то, как правило, это происходит почему? Статистику надо поправить. Убийство должно быть раскрыто 15 месяцев, а их случилось 14. Надо решать проблему. Так вот, этот человек прибегает к насилию в том, что он на самом деле садист. Это жестокий садист, который получает от этого свое извращенное удовольствие. И тоже важный персонаж. Отец главного героя Владимир, это бывший полицейский, который ушел из системы, когда понял, что она совсем не работает. Далее у меня будет филопсис. На фоне вы можете видеть антураж локаций, которые должны были выглядеть гораздо красиво, на презентации, на поле тела. Ну так вот, синоксис. Олегу поучают оформить много задержанного, Мурада, молодой парень. И Олег сразу понимает, что девушка белыми нитками, все основывается на каких-то только признаниях, непонятно на чем. Он беседует с оперативником, который задерживал парня, и оперативник буквально признается, что, ну да, придавили чуток. Для них это не так страшно, потому что они не ожидают ответной реакции, они не ожидают, что после их признания что-то случится, что им будет какой-то суд. Поэтому он легко признается. И Олега это повергает в шок, потому что он знает, что на задержании присутствовал начальник, старший. Все-таки ждем, что начальство, по крайней мере, не пачкается. И Олег решает действовать. Он пытается привлечь его к ответственности, но у старшего все схвачено. Никто не будет его сажать в тюрьму, полицейского. И более того, он угрожает Олегу уголовным делом. Говорят, ну, если будет идти против системы. И тогда Олег понимает, что здесь его делать больше нечего. Он увольняется. Он, однако, тайно встречается с Мурадом. Он не собирается заканчивать со своей борьбой. Мурада посадили под домашний арест. Вот они встречаются, и Мурад рассказывает, что он подписал все. Он признал себя в убийствах, в наркодорговле, во всем, о чем они хотели. Но, будучи правоверным мусульманином, он не смог, позвольте себе, признаться в том, что он пособник терроризма исламского. И поэтому старший, чтобы давить на подозреваемого, обещает его сестру. Ну, и угрожает ее жизнью и здоровью. И Олег собирается ее найти, естественно, и помочь человеку. Но, к сожалению, старший узнает об этой встрече. И он отправляет ребят своих проучить Олега, обидеть, что он прет дальше на него. И люди старшего, они сбивают отца Олега настолько, что он впадает в кому. В этот момент Олег отметает все сомнения, что правильно это решать вопрос самому, неправильно он решает истить. И тогда он попадает в последний акт, происходит на даче у старшего, куда он привозит девушку. Олегу дается ее спасти, но происходит финальное сражение между добром и злом. И Олег, вроде как, побеждает, он связывает его и уже держит палец на курке, но он вспоминает слова своего отца, который когда-то, когда служил, пережил схожую историю, какую сейчас переживает Олег. И он понял, что если он это сделает, то он проиграет морально, он проиграет с этической точки зрения, если он сам падет на семью. Ну и старший выбирается, естественно, из-под тяжка нападает на Олега. Ужасные травмы, Олег еле выбирается из дома, но фишка в чем? Фишка в том, что в процессе сражения, в процессе боя, они зацепили, даже на даче происходит, они зацепили комфорты, которые включают газ на плите. Газ распространяется по комнате. Вот Олег выбегает из дома, старший берет пистолет, целится, выстрел, искра, и дом взлетает на воздух. И дальше мы встречаемся с Олегом уже через несколько лет, он ухаживает за своим отцом, который остался инвалидом. И теперь он работает в Комитете против пыток, это реальная организация, и ПРО просто реально работает, помогает людям, пострадавшим от насилия полиции. Вот, мы узнаем, что виновные по делу, которому рассказано в истории, они получают условные сроки. Это очень довольно частая история, но еще чаще они не получают никаких сроков вообще. Дальше у меня референсы. Референсы здесь «Великий уравнитель» с Дэнзомом Вашингтоном по характеру персонажа, там тоже история о чуваке, который с очень обостренным чувством справедливости. И майор Быкова по, ну в общем понятно, по антуражу, по атмосфере и по острой социальности вопроса. Еще добавлю в конце, что вот я родом из Краснодарского края, из очень маленького, ну, небольшого города, Армавира, почему-то как-то так вышло. Может быть это просто горячие южные нравы. Вот, но почему-то проблема полицейского насилия в наших южных широтах, Ставрополье, Краснодарских краях, она прям особенно сильна. Миллион жутких историй. Конкретно дело, которое описано здесь, дело Мурата, оно взято буквально с сайта комитета против пыток. Это дело, которое они пытаются повести до победного конца. Вот, и поэтому, конечно, меня эта проблема сильно задевает. Я знаю, что полицейские из моего тела МВД поделывали экспертизу для одного из дел, которые есть у них на сайте. Вот, вот такая вот история. На этом, благодарю за внимание. Спасибо, Артур. Это была красочная презентация. Господа, один вопрос нашему финалисту. Здравствуйте, у меня такой вопрос. До начала событий фильма. Как долго главный герой варится во всей этой ситуации? Совсем недолго. Он только после школы милиции приходит туда. Он еще, условно говоря, не знает правила. Его еще предстоит как бы... Все решено, все понятно. Спасибо. Спасибо.